Самый длинный эскалатор в московском метро, всего лишь 7,5 миллионов рублей. Технополис Москва, автозавод Рено, 350 тысяч за квадратный метр. Привет, это видеоблог «Хочу квартиру» и с вами по-прежнему я, Никита Журавлев. Поговорим о будущем и о настоящем. Продолжаем быть оптимистами и говорить про будущее в том разрезе, в котором видим, а именно в развитии города и станции метро «Большой кольцевой линии». Если вы меня еще смотрите не через VPN, то настоятельно рекомендую подписаться на телеграм-канал «Задвижки и понедвижки» и не теряться нам в этой пучине информационного шума. Это наш третий сюжет, посвященный строительству станций на Большом кольце. В этот раз рассмотрим северо-восточный участок БКЛ и частично восточный. Пока коротко по новостям. Не о новостях, а о стройкомплексе. Почти полтора миллиона квадратов недвижимости введено в Москве с начала года, из них 819 тысяч квадратов жилья. Сегодня нет сомнений в том, что все проекты, которые находятся в стройке, будут доведены до своего логического завершения. Среди введенной недвижимости 13 коммерческих объектов, которые дадут городу рабочие места, что сейчас очень актуально. Среди них административно-деловые объекты, коммунально-складские объекты и апарт-отели. Куда без них? С начала года в городе появились 5 детских садов, школа, 2 объекта медицины, 3 спортивных сооружения и 1 объект культуры. Эти учреждения дадут городу порядка 1000 рабочих мест. В этом году город планирует ввести 8,5 млн квадратных метров недвижимости. Половина – 4,4 млн – это жилье. Ну, а это наш третий сюжет из серии про большую кольцевую линию. Финальный. У нас была, если вы помните, трилогия. Достроить оставшиеся 9 станций обещают до конца этого года. В первой части трилогии я рассказывал вам о строящихся станциях Нагатинский затон и Кленовый бульвар. Их читаю самые перспективные с точки зрения потенциального роста цен на недвижимость. Подробнее смотрите в предыдущем выпуске, ссылочка вот здесь. Во второй части мы поговорили про станции Варшавская и Каширская. Посмотрели, где там можно зайти в жилую недвижимость и сколько процентов там примерно может составить рост. Подробнее ссылочка вот тут вот. Сегодня поговорим о северо-восточном участке Большого кольца. Конкретно про станцию Марина Роща и восточном участке. Это станция Нижегородка и Текстильщики. Начнем со станции Марина Роща. Она расположена в одноименном районе Москвы, вдоль третьего проезда Мариной Рощи. В пешей доступности проживает порядка 50 тысяч человек. Станция глубокого заложения, здесь будет самый длинный эскалатор московского метро, 130 метров глубиной или длиной, или в принципе, ну короче, 130 метров. Пассажиры смогут пересесть на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии. Сейчас, пока станция еще не открыта, на вторичке здесь можно купить квартиру в пятиэтаж, по цене в среднем 350 тысяч за квадратный метр. В новостройках ценник начинается гораздо круче, от 400 и 500 тысяч рублей за квадратный метр. Учитывайте, что рядом трешка, до центра без пробок на машине ехать 10-15 минут. Среди новостройок можно отметить жилой комплекс МОД от МР Групп. Как пишут они на сайте, жилой комплекс премиум-класса в историческом районе Москвы Марина Роча, состоящий из трех высотных башен 44 и 55 этажей и двух клубных домов 9 этажей. В жилом комплексе гармонично сочетается эстетика и функциональность, высокий уровень сервиса и комфорта. Премиалка в данной локации, конечно, спорная, но, как показывает практика, как корабль ты назовешь, так он и продается. Ценник, конечно, заряжен, и однушка на котловане стоит от 17 миллионов 800 тысяч рублей, но люди голосуют сегодня рублем, и с этим можно только смириться. Также в двух минутах пешком ходьбы от станции метро находится премиум квартал «ЖАЗ», расположенный между 1-й Ямской и Октябрьскими улицами напротив фестивального парка. До Цветного бульвара всего лишь 2 километра, и пройти их можно по скверам и паркам. С задержкой в два года Нос Майнекс таки ввел третий и четвертый корпус, только, как говорят жители, без отделки в мопах. Амбиции у этого застройщика, конечно, гораздо больше, чем результатов. Еще одна интересная локация, о которой хочу рассказать, станция Нижегородская. Ее открыли 2 года назад, в марте 2020 года. Сейчас она пока действует в составе Некрасовской линии. Кто был на этой станции, видели, что боковые пути пока пустую. На базе станции Нижегородская функционирует крупный транспортно-пересадочный узел. Здесь и МЦК, и станция МЖД, и платформы разные, раньше она называлась Карачарова, специально перенесли ближе к метро. Сделали удобный разворот для автобусов и такси, установили лавочки, летом здесь очень хорошо и приятно погулять. Напротив большой торговый центр, по подземному переходу в него без проблем можно попасть сразу из метро. Для автомобилистов сделали разворотную стакаду через Рязанский проспект. Сейчас тут же тянут юго-восточную «Форду». В данной локации гораздо доступнее проекты, чем в «Марьиной рощах». Такие как ЖК «Среда», уже построенный жилой комплекс от когда-то очень крутого девелопера ПСН, ныне похожая уходящего с рынка и который вторую очередь «Среды» продал питерскому застройщику «Аквилон», и на этом месте возводится жилой комплекс «Аквилон Дисай». Комплекс комфорт-класса и в нем цены начинаются от 7,5 млн. рублей за студию в 20 метров. Через дорогу от этого комплекса еще один жилой комплекс – «Профит» от компании «Гранель». Не могу ничего сказать хорошего за данного игрока, так как много к нему вопросов, но в целом коробочки возводят и начинают проекты бизнес-класса в Москве. По цене они конкурируют с «Аквилоном» и за студию в 24 метра просят всего лишь 7,5 млн. рублей. Еще одна станция, которую хотелось бы с вами обсудить, это следующая станция после Нижегородской – «Текстильщики». Эта станция станет пересадочной с Таганско-Краснопресненской линией. Специалисты считают, что ее загрузка снизит на 20%. Кстати, в целом «Большое кольцо», как замкнется, разгрузит действующие линии подземки примерно на 30%. Но вернемся в «Текстильщики». Здесь тоже будет большой транспортно-пересадочный узел, «Большое кольцо» Таганско-Краснопресненской линии и МЦД-2. Транспортно-пересадочный узел будет обслуживать особую экономическую зону – «Технополис» Москва. Автозавод Рено, хотя, про этот автозавод думаю говорить пока опрометчиво. На станции «Текстильщики» продолжается архитектурная отделка. Общестроительная готовность всей станции составляет почти уже три четверти. Недавно началось сооружение пересадки на одноименную станцию Таганско-Краснопресненской линии. Кстати, здесь же в этом году после глобальной реконструкции откроют стадион «Москвич». На нем будут не только тренироваться спортсмены, здесь планируют проводить современные соревнования разного уровня товарищей. Вообще, сегодня в районе «Текстильщики» в пешей доступности от метро и МЦД стоимость квадратного метра примерно составляет от 970 тысяч рублей до 300 тысяч за квадратный метр. Это вторичка. Новых проектов в данной локации не наблюдается. И застройщикам нужно, конечно же, обратить на это внимание. Однако здесь много домов, вошедших в программу реновации и в скором времени однозначно визуально район преобразится. Если бы меня спросили, на какую бы из трех локаций я бы хотел зайти сам, я бы выбрал, наверное, «Марину ручку». Тут есть парк, называется он фестивальный, относительно далеко для вас целой ВДНХ. «Гуляй, не хочу», «Катайся на роликах, великах и так далее», «Красивейшая усадьба Останкина». В общем, лично мне локация «Марина роща» нравится больше, больше всех, как с точки зрения жизни и вдохновения. Обратите внимание на те жилые комплексы, которые я вам назвал, улучшайте свои жилищные условия. На этом у меня, дорогие друзья, все. Спасибо, что вы были с нами. Не забывайте подписываться на тележку, ставить лайки и комментарии. И самое главное – берегите себя.